всем привет с вами Дмитрий Гриценко и сегодня вновь хочу поговорить про одну очень важную тему которая конечно же уже долгие годы является и пожалуй еще будет являться актуальной для шахмат в интернете это читерство ну и вот сегодня мне пришло два сообщения подряд что я играл с двумя читерами и мне вернулись 10 пунктов и потом через примерно полчаса еще 15 пунктов то есть это два разных человека которых я не одновременно забанили хотя к слову скажу сразу что я с ними играл в разные дни с одним из них играл как раз сегодня но с другим играл несколько дней назад день примерно 5 назад сейчас мы все это с вами увидим вот ну а что хочу сказать что принципе ческома личность периодически блокирует людей которые вызывают огромное подозрение на читерство обычные новые аккаунты почти всегда это именно новые аккаунты как раз таки вот ну и соответственно действительное или честно ческом возвращать рейтинге насколько я помню но на лечесе давно не поняли читеров когда я играл на лечесе не помню что банили последние несколько месяцев на ческом и вот недавно запомнили людей возвращают не рейтинг ну и также ранее тоже там была такая практика есть на что что мы видим здесь только они пишут рейтинг как твой поменялся после возврата но не пишут как с кем ты играл кого не забанили поэтому приходится искать самостоятельно для этого нужно зайти в архив своих партий то есть например play архив так нажать вот и здесь мы ищем находим у кого стоит кружочек сейчас покажу если не пролистал так наверное полистал а вот так вот стоит такой кружочек клосту и play того естественно закрыли за и честную это партия космос это на сегодня 12 августа ну и также прошлого человека которого собанили я искал довольно долго я уже думал что не найду его но все-таки нашел 5 августа получать словно идею назад мы с ним играли тоже его забанить причем это же у него одну из партий выиграл это тоже потом посмотрим вот но опять же что касается чести что то есть допустим видим что он было когда 5 партий подряды на ночевку проигрывать просто плохо играл вот но подозрений никаких не было потому что видим что пациенту человека не очень высокий 80 87 там где-то дал одну из партий 90 80 в принципе процента более-менее адекватные ну и плюс там я плохо играл некоторых партиях проигрывал чисто по своим другим зимкам вот читеры же обычно они играют скажем так могут начать играть по-разному начали играть там хорошо плохо но потом определенные методы дают просто какую-то сумасшедшую серию сильных ходов и естественно что если это происходит не в одной партии в нескольких партиях то большое позднее что это как раз таки против вас был читер ну давайте бегло посмотрим все партии против обоих читеров которые я играл начнем с сегодняшних партий вот ну первая партия тоже быстренько будет смотреть здесь ничего особо интересного то есть опять же таки что отличает читеров они могут дебюте играть довольно коряво то что в принципе такого дебюта нет но в четыре я сыграл четыре и самый сильный ход в принципе идея раз черные так играют нестандартно тоже сыграть лишь пять минут вскрыть короля в общем понятно что здесь у позиция как-то иначе играть но будет особо придираться позиция примерно равная допустим что он до 7 пишет что зевок хотел так сходу не очевидно но опять же здесь целом была позиция плюс-минус равная и долгое время и чего особо сверхъестественного не делали позиция остается в пределах равенства ну c4 возможно слишком резко я сыграл возможно осталось спокойней но тоже это все еще вполне нормальный ход дальше начнется самое интересное принципе эту партию не сказать что прям как-то супер там сильно играл и соперник супер сильно просто здесь действительно мои были ошибки из этого и прокал допустим конь b3 плохой ход но почему сыграл конь b3 потому что пешка d4 висела делаю как-то укрепить вот ну уже кстати учебный перевес то есть видимо все-таки это пешка теряется здесь не знаю какой самый сильный ход ну похоже что пешку спасти уже не удастся не 6 предлагая сыграть какая-то тактика там находится . не 6 слов не 6 какой-то 5 компьютер то есть вилкой потом так вот белые могут более-менее удерживать эту позицию я же сыграл конь b3 это плохой ход уже после хода конь b3 уже ученый здесь данной позиции мы видим что больше чем минус 3 перевес это лишняя фигура ну и тут дальше пошли тоже неточности то есть в принципе здесь партию по сути сам проиграл ничего прям супер такого сильного соперник не делал но опять же что важно он играл очень быстро мы видим да то есть и помню все прочего без ошибок то есть представить в дебюте он делал довольно странные ходы и потом в середине партии начали играть просто физически идеально то есть тут уже ошибок у него не было но здесь еще зима 3 ну и далее здесь уже понятно белые проигрывают то есть партия плохая ну хорошо идем дальше смотрим вторую партию с ним же здесь тоже было все интересно принципе опять же ничего сверхотесного здесь не было мы сейчас с вами тоже это заметим но опять же корявый дебют какой-то он играет такого в принципе дебюта нет в шахматах то есть можно играть белыми но белые как видно здесь уже боятся за уравнение то есть уже оценка с небольшим перевесом черных ну опять же перевес то перевес но нужно все это еще доказывать на практике вот можно было солнце 3 сыграть пешку и но опять же тоже плохо получилось то там есть на что искать пешку после взятия там где бы 7 видимо у него будет такой ход ну хорошо допустим это все пропустим более-менее быстро там дальше тоже интересный момент когда мы оба с ним не заметили что можно съесть пешку сейчас покажу этот момент опять же быстро очень играет соперник не вот здесь ферзь за 14 на самом деле ход очень плохой потому что я мог просто сыграть ферзь и 2 и я потом заметил по сути не за что забрать пешку ни у кого атаки здесь у белых нет у них один ферзь в атаке и еще у нас вторая лишняя пешка пешка д3 тоже теряется в основном д3 не видно хорошей защиты в общем здесь ученых позиции с очень большим перевесом она не выигранная конечно но тем не менее просто две пешки мы сейчас выиграли ну я же это не заметил сыграл на автомате стоны в 5 см и плохой ход потому что после версии 2 уже пешку я не могу играть но опять же дальше было тоже все интересно здесь ну тоже примерно равная борьба в принципе особо без комментариев пройдемся вот ну и вот здесь я допустил серьезную ошибку то есть 9 то что пешка напастим под боем опять же соперник быстро играет я тоже решил не отставать хотя он там немножко подумать ну сделал ужасный ход надяда 7 это грубый зевок после которого я проигрываю пешку защищать можно было например асси таким ходом ну вот пассивный поэтому конечно же он не нравился но я уходит защиту но тем не менее это меньше и зол надо было сыграть именно так и в принципе данной позиции у черных конечно же хуже но по крайней мере не разваливается все сразу леда 7 же грубый зевок на весе находит бриллиантовый ход в принципе ход несложный но тем не менее очень красивый ход слон c6 и после этого хода все уже тут позиция разваливается здесь уже элементарно выигранная позиция в целом ну то есть идея какая-то жертву что если бит все на просто мат получают чуть-чуть не слоточки словно арси мешает их ради убежать вот ну и если не бить что у нас партия была c7 то теряется еще пешка b7 опять же нельзя бить c6 и заладя b8 мат ну и это совсем плохая позиция здесь в принципе дальнейшее уже не так важно тут я уже сдался вторая партия опять же в принципе нельзя сказать что супер не видит что-то прям секрестное дело но играл он очень быстро и сильно и слон c6 нашел ход за секунду хотя опять же вот допустим пежечный играл взял пешку то есть тоже такая партия я сказать что прям тут он играл идеально и был в принципе ну такой серьезный звук тоже держи 4 ну и последняя партия с ним же здесь опять же по депуту получил перевес но он коряло здесь дебют то есть не играть никто же 6 е6 такой схеме то есть возможно конечно вариант здесь мы видим что уже убил и спустим 7 потому что я опять же даже не идеально играю но там дальше будет все очень весело в принципе у меня видно что перспектива атаки на короля ну да опять же возможно можно играть точнее но сам факт что в принципе я здесь центр удерживаю хочу просто поставить черный мат в принципе черный хотят тоже атаковать на короля и давайте посмотрим как здесь было все ну условно 6 допустим движок считает уже зевком надо было сыграть не помню уже как можно по компьютеру даже 4 предлагает точнее при сильный движок если я же покажу что конец 2 такой вот план и затем на пешку наши 4 хотим сесть видимо пешка так и теряется чем нечем защищать вот мы очень сильная атака у белых здесь непонятно как чего называть свою атаку на кресло нарезок и не фланги потому что в лесном фланге у белых атака очень сильно но хорошо сыграла слона 6 не нашел тридцать четыре хотя ход скандартный но слона 6 тоже по стандартной в принципе это зевок потому что уже 4 выигрывает а сам по себе ход нормальный далее последовал размен мы тут самый интересный запяник опять же видимо это очень быстро 15 ходов прошло меньше 3 секунд в принципе тоже быстро играл но тут дальше будет самое все веселое а сейчас мы увидим то есть он пошел на принципиальные варианты но здесь я решил пожертвовать материалы вообще не считая варианты забрал одного коня и потом еще и второго то есть ход смелого человека как говорится то есть принципе по-человечески данной позиции можно побояться атаки белых сыграть просто fg на самом деле дает черному лоб не перевес потому что у белых не хватает фигуры и атаки на короля особо не не видно даже следующего хода за белых ученых тут по сути просто выигранная позиция но принципиально играет соперник фактически не думая вот сел коня там за секунду мы поселить аж восемь тоже ушел король же 7 даже не считая варианты ну алис не почему-то лишь 8 плохо ну понятно что найти можно тем не менее тоже надо вести причем подъем этого хода я сожгла еще он уже получает масса посмотрел но потом увидел что есть вот хроша 7 у него хотя в принципе уже данной позиции сядь аж 8 не играть потому что у меня не хватает у фигуры висит я висит слон висеть мать не ставлю а судя по церкви минус 10 тема так и не ставлю то есть тоже так вот за секунду соберник засчитал опять же не знаю компьютер или сам тем не менее тем не менее такая вот интересная партия опять же в принципе здесь процент не сказать что космический у него там 86 но в принципе это очень уверенно и к защите опять же низкие проценты потому что он играл плохо то есть начинает это вот хода с 15 может чуть позже он играл очень сильно вот ну и тоже насколько помню это новый миг хотя нет и новинник 15-го года то есть наверно просто мало партии видим что мы были этим видеться и 400 и потом резко и 400 на 2600 улетел даже со 2600 стал в частности выиграл увы и не даниилян вот и после этого не забанили ну конечно же когда вот так вот соперник выигрывает там 20 партий подряд грубо говоря и там проценты показывают настолько высокие 80 и выше в каждой партии когда рейтинг растет на 200 пунктов за там день-два это вызывает конечно же вопрос это поражение тоже но принципе если посмотрим то одно поражение там две ничьи и остальные победы все-таки крайне маловероятно что человек там настолько усилился за два дня и осмотрим партии против другого тоже по идее читера потому что его опять таки уже забанили ну вот эта партия вообще привела на меня колоссальные впечатления потому что за эту партию его скорее всего забанили сейчас увидите просто вы нас какой-то этот человек играл сумасшедшей точностью причем неочевидный вариант и 984 это огромнейшая точность потому что ходов было довольно много 35 ходов это немало сейчас мы посмотрим кстати соперник зарегистрирован не решаетесь когда но у него очень тоже партий что сорок одна партия всего лишь хотел бы свидетельство и поражение победы были но сложно сказать и читер не читер когда все-таки поражение победы идут друг за дружкой нельзя так достаточно говорить читер или нет но мы видим что все-таки очень высокие проценты у него видимо все-таки он использовал подсказки но опять же сложно сказать но новые некие либо некий которых там очень мало партий там 50 меньше конечно же повышенное подозрение давайте посмотрим эту партию партия конечно просто сумасшедшая была ну я здесь экспериментирую в дебюте я так иногда играю в дебют шабава раппорта но здесь допустим ход d5 да то есть кто так сыграет ну далеко не каждый в принципе d5 возможный ход но если ты уже начал играть страническое построение логично его и играть ну тем не менее сыграл соперник так опять же поэтому буду тебя сказать что это читерство в принципе здесь опять же вот долгое время просто равная позиция что увидим просто примерно на игра тут воскресенье начинаются еще особо интересного не происходит пришли мальчики и оказалось по речке да вот здесь дальше все самое будет весело но то 10 и уже допустим ошибка да даже не просто ошибка по компьютеру то зевок видимо потому что я заходит черная на поле d2 ну наверное тогда нужно было сыграть е4 давайте сбежком посмотрим уже давно эту партию играл не помню да и 4 советую движок как раз чтобы от этого не было хода но здесь учебных минимальный перевес потому что у белых есть двойные пешки ну в целом позиция вполне нормально вот так вот не скажет а что дец и 3 уже сразу дает черному стройка полный перевес уже минус 3 но опять же самая интересная реализация действительно по этой партии подозрение есть ну хорошо вот это два он сыграл ну вроде как сразу не проигрывал пешку ответа ну там дальше очень точно я вроде как застряла но не по диагнозу все тактики лагия 2 материал не теряется ну я не хочу нет а не галатя против и он сейчас есть еще одну пешку мы сейчас с вами увидимся дает еще хорошо уже дверечный пешки у соперника но как-то бросающему я позиция объективно уже очень тяжелый минус 7 вот связку делаю то пытаюсь эту пешку на патриоте есть но никто таблина степени дает шах ну опять же простой вариант все это нужно еще найти и меняется с лонами и сейчас мы видим что просто черный ставит мат в результат на данной позиции белые уже не могут спрятись от мата но здесь не помню жук надо было сыграть я смотрю эту партию подзабыл возможно где цепи могу сейчас сказать наверное нельзя допускать этот шаг ну да ладья c3 советуют компьютер чтобы не было этого шага в принципе по крайней мере мат мы не получаем хотя конечно позиция ученых просто выиграна объективно учитывая что у него времени было там на минуту практически меньше возможно успел бы как-то на время поддавить но опять это уже зевок тут уже просто получаем а вот видим что здесь соберник просто добивает меня и оказывается что защиты уже нет уже 5 это не мат и затем проходит но и даже после взятия на проходе и хода рж выясняется что он же 5 нет нормальной защиты ну а4 ходу поиграть нужно нашел ну и вот я же на же 3 и все и все они тащит от мата то есть я играю ради f1 потому что братья уход на тех 3 мат таким вот образом ну и после h5 еще задержечки не было так вот 13 до конца соперник выиграл просто идеальная партия конечно учебники и заноси в реализации перевеса я хочу не было из этого мата соперник играл бы по времени не успел бы выкатанную позицию и мат не поставил условно говоря я бы смог допустим поменять ладе каким-то образом но нет ладе никто не меняет и черные так вот двумя ладе не ставят мат ну и давайте посмотрим все партии с ним вот эта партия уже кстати не похож на читерскую потому что здесь оба ошибались ну вот в конце правда заиграл тоже супер сильно у меня есть подозрение что он часть партии играл сам а потом в какой-то момент и начал играть не сам хотя опять же могу ошибаться давайте посмотрим здесь долго мы с ним играли ничего особо интересного туда можно было иначе сыграть пешку жертвовал в итоге получилась защита генфильда такая довольно стандартная симметричная ну и здесь у черных нет никаких проблем по дебюту но у белых тоже понятно что проблем быть не может и что ж смотрим эту партию тут не будем даваться подробностей стомба 7 тоже ход не точный нормально вполне дал здесь тоже какие-то были усиления и 8 допустим зевок забыли что как надо называть на 26 плюсом 7 до 6 и проблема белых в том что неожиданно конь зависает у него вот и скачать весны 4 . это 6 на может еще пойти то можно спасти дарить это 6 вот такой вот ход конь был очень симпатичный все-таки если конь ходит и терять связь и без не хочет теряться до тогда теряется ну ладно бог что этот вариант и пропустил опять же не хочу здесь на пять часов видео растягивать не нашел этот вариант быстро играл достаточно и просто ладьюсь под бой и увел ну и теперь уже после конь d5 я не могу этого коня естественно выиграть но долгое время была равная позиция поменялись фигурами поменялись сладьями но здесь казалось причем отличная позиция то есть да слон может быть сильнее коня в эндшпиле но с другой стороны у нас отдаленная проходная на ферзьевом фланге скоро должна появиться и в общем-то белая по идее никак вообще не могут выиграть но и тут-то было белые могут выиграть тоже на самом деле это моя проблема что я проиграл эту партию но мы сейчас увидим что соперник 27 секунд оказалось да у меня две минуты ну как такое проиграть и позиция у черных лучше намного лучше но здесь я зернул то есть конь b2 уже зевок но здесь не поздно было так вернулся зернул я чуть позже зернул я вот здесь зернул то что bc будет ход с шахом но раз bc с шахом пешка не проходит и я проиграл нужно было конечно же сыграть максимально примитивно учитывая что у меня 20 секунд и более оставалось просто сыграть а b и все и здесь остается лишняя пешка у черных не проходная пешка лишней пешки нет на проходная сильнее у черных и у нас ну опять же хоть по движку и перевес огромный но еще есть борьба естественно важно понимать что это выглядит еще далеко но по крайней мере черные здесь ну уж никак не проиграют за точно то есть даже просто там стоя кругом на месте типа король c6 как бы играть там если мы будем играть ну мы здесь как минимум не проиграем вот но опять же таки я здесь ошибся не заметил что будет взятие с шахом взятие коня ну и это безнадежная позиция опять же здесь мы увидим что он тоже словно три сыграл хотя мог не играть допустим то очень верен и так хотя принципе опять же простые понятные убедительно убедительно не поставил здесь не повезло что поставил по конечно же он выиграл то есть надо было естественно в этой позиции любой другой провести в этой партии особо никаких проблем нет то есть да соперник там когда я дал коня выиграл уже у меня более-менее уверенно ну и не выиграл но в принципе с лишней фигурой это неудивительно то есть по первой партии были огромные вопросы ну и что самое главное что следующей партии я применил ловушку довольно известным бомбите мора и выиграл сейчас покажу эту идею по этой партии можно сказать что я читер потому что у меня есть точность там ну не сильно прям высокая но тем не менее хорошая бежок это может быть не сильно отопляет но по-человечески это очень неприятный год для черных потому что мы хотим собирать конь b6 и как она же конь б6 мат вот но если черный играет правильно вот и 5 что он сделал принципе хоть опять найти можно мы играем что на 4 сохраняю угрозу конь d6 ниже конца 7 два варианта у белых то есть допустим если он бьет в принципе оба ходы и конь d6 и конь d7 на борьбе и двое подышку даже по моему конь d6 сильнее но конь d7 тоже конец и мы выигрываем фишка в принципе дальше просто играем хишный фирзон за коня и слона вот но опять же здесь еще есть борьба и черный играть и 5 и 5 это правильный не то что правильный ход нет конь же шеста правильный ход 0 и 5 логичный ход запутался в этих всех вариантах он решать правильный ход потому что теперь у нас все-таки нет ничего объективно подвеса этого слона и хотя допустим могу сказать конь c7 но тут нет мата 7 просто крови 7 ферзя мы тоже не выигрываем и допустим данной позиции но тем не менее конь на 8 конечно же может не быть здесь по мишку даже небольшой перевес учен но опять же все эти варианты можно разбирать 20 битонора и всех этих вариантов просто скажу что принципе сюда лучше черным нити очень не купить ошибиться поэтому советую так не играть но уже сказал е5 да и 5 логичный ход но проблема в том что по секунде 5 здесь черный все-таки проигрывал дальше было тц и конь d6 после конь d6 мы выигрываем ферзя но даже сильнее было сыграть данной позиции ферзь d8 то есть ферзь d8 мы ферзя тут не выигрываем естественно но зато мы съедаем ладью потому что все форсировано он обязан бить ферзя естественно после шаха обязан бить пиролем но и мы здесь съедаем ладью на поле h8 грозим сыграть концы с еще одной вилкой и тут у черных и нет качества и король слабый без рокировки ну в общем здесь перевес мы видим что уже минус 8 не плюс 8 потому что белые здесь по большому счету уже побеждают ну был такой вариант опять же но тем не менее как видите здесь я подрал скажем так читер и не читера но соперника которого забавили в принципе по этим двум партиям я сказать что учитель потому что видим что здесь и у меня были ошибки вот вообще эту партию принципе он проиграл даже и вообще степут это же не вышел но в данной партии просто бы вы нас сумасшедший дитой не только в процентах сколько в том а именно как он переиграл по этой партии вполне муты и понятию по этой может быть еще какие-то поводы принципе новый ник но что касается первого человека который уже показывал ну здесь видимо сказалось то что плюс 200 пунктов за там день набрал примерно вот и в процент это довольно высокий ну и плюс местами есть еще такая быстрая и точная быстрая и точная хотя в целом тоже некоторые партии так вот посмотришь скажешь ничего особенного нет так что такие дела как виде читер периодически попадаются честно ческом вообще на любом другом сайте видимо мы не играли не вижу во прежнем смысла читерстве потому что это по сути самообман но тем не менее читеры есть и это действительно определенная проблема шахмат в интернете но честно скажу что процентов 99 если не больше людей играют сами то есть это вот то что мы видим сейчас что так вот два случая за день что мы блокировали людей это исключение исправил обычно там не бывает что два там три месяца играю и никого не блокируют и там из 100 соперников ни одного не по этому принципе пускай так что основная масса людей играет все-таки честно ну и опять же если хотите играть именно с честными людьми то смотрите на то что его соперником был ник не новый чтобы там был ник хотя бы там ждать и на полгода назад создан ну и чтобы соперника было сыграно как минимум 100 партий лучше 150 200 чтобы было видно что все-таки играет сам по крайней мере с большей вероятностью ну что ж такие вот интересные партии были так вот меня удивило то что две новости то есть два читера одновременно заманил ческом по крайней мере двух людей подозревало учительстве вот ну надеюсь что этого будет в будущем поменьше всем спасибо и до встречи